...наценить время. Приветствую вас всех, земляки, горожане, братья и сестры. Кто-то уже приходит сюда не первый раз, очень рад. Кто сегодня первый раз? Слава Богу, дай Бог, чтобы не последний. А вы мужчина не первый раз. Я вас помню, вы обещали прийти на разбор слова, в среду вы не пришли, вы не исполнили свое слово. Вы не твердый, как мужчина. Ну, все, это потом. В следующий раз придете. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Мы собраны здесь во имя Господа нашего и наша акция тоже направлена таким образом нести Слово Божие. Может, вы где-то не слышите и не услышите, но здесь мы говорим, как Слово Божие говорит. Мы несем Евангелие, простоту Евангелие. Мы один из приходов христианской церкви. Тридцать два прихода, и как бы вот из этого состоит церковь. На этом месте мы 13 октября празднуем день рождения. Четыре годика нам, как моего внучку. Вот. Так что приглашаю вас в воскресенье отпраздновать этот день. Не будет пакетов, но будет слава Божья за Его милость и благодать к нам. Хочу начать из стиха из Библии, из Псалма, тридцать первого, восьмой стих, нет, седьмой. Ты покров мой, Господь Бог говорит. Ты храняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Не будь, как конь, как лошадь несмысленный, Которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Может, многие из вас жили в деревне или видели лошадь, как она управляется вот этой уздой. И тут Господь нас сравнивает как бы вот с лошадью, которая несмысленная, которой нужно вот, знаете, дергать. А зачастую в нашей жизни, в такое разращенное время, нас надо дергать вот этой уздой, чтобы мы не пошли туда, куда нам не должно идти, куда Господь не хочет. Там алкоголь, пьянство, наркота, Господь не хочет туда, чтобы мы шли. Но когда мы приходим к Богу, Дух Святой в нас поселяется, уже Дух Святой нас направляет вот по этому пути, чтобы мы не ушли туда, как там в том фильме было. Не ходи туда, там снег, башка упадет, больно будет. Чтобы она обязательно вот тянет туда, где вот на башку упадет нам, как бы образно говоря. Вот. Дай Бог нам идти вот по этому правильному пути, чтобы нас Дух руководил, а не наши, наши похоти, какие-то желания, необдуманные кредиты мы залазим. Вот. Так что, а сейчас просто прошу вас встать на свои ноги. Кто, кому тяжело, пожалуйста, сидите. Просто любое действие духовное начинается с молитвы. Аллилуйя, Господь, благослови наше собрание, благослови людей, особенно те, кто пришел первый раз, Господь, чтобы услышать Слово Твое, и оно упало в сердце и проросло. Господь, чтобы был плод. И это труд наш, Господь. Ты сказал, идите и научите. Чтобы мы уже не удержали это, что мы получили. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, за это время благоприятное. Нас никто не гонит, и мы можем свободно говорить о Тебе. Потому что Ты есть Господь, Спаситель наш. Аллилуйя. Благослови, Господь. Открой сердца. Открой сердца людей. Чтобы было изменение, мышление изменилось, Господь. Чтобы человек хотел меняться. Да, я хочу меняться. А сил нет своих. Как у меня не было в свое время, но Господь дал силы. Я сегодня перед вами, как бы, ну, я служитель в этой церкви. И служил, как по своим дарам и талантам. И сегодня хочу вам послужить. Благослови вас, Господь, на принятие этого слова. Аминь. А сейчас мы прославим. Аллилуйя. Давайте прославим нашего Господа. Он достоин этого. Он тот, кто достоин всей нашей хвалы. Всех наших почестей. Всех наших признаний. Только Он. Он спасает. Он освобождает. Он исцеляет. Он меняет жизнь. Всем сердцем, Любовью Всей душою моей Всем сердцем, Любовью Всей душою моей Славлю я тебя Всем сердцем моим Славлю я тебя Умом моим Славлю я тебя Всей силой моей Всей силой моей Ты мой Господь Ты мой Господь Всем сердцем, Всем сердцем, Любовью Всей душой моей Славься моя Всей душою моей Славься моя Славлю я Тебя с силой моей, Ты мой Господь, Иисус мой Господь, Ты мой Господь. Ты мой Господь, Иисус мой Господь, Славлю я Тебя всем сердцем моим, Славлю я Тебя умом моим, Славлю я Тебя всей силой моей. Ты мой Господь, Иисус мой Господь. 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 Слава, слава Господу. Спасибо, садитесь. Снова напоминаю, без комментариев, без вопросов, после служения, чтобы не мешать другим, чтобы у нас прошло время и потом можно задать вопросы. Аминь. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемая церковь. Мне большая честь сегодня быть здесь, послужить и рассказать на свою жизнь. Меня зовут Константин, мне 40 лет. Я являюсь сейчас служителем в церкви «Живой Израиль». Но что до этого, чтобы дойти, в моей жизни было много таких моментов, где мне приходилось проходить трудности разные. Я начну сначала. Я рос в полноценной семье, где были мама, папа. Но проблема в моей семье была такая, что мои родители, они употребляли алкоголь. И с самого детства я видел, как мама бьет маму. И я уже с детства убежал с дома, не жил дома и жил на улице. Примкнул в компании. В общем, был там в такой криминальной банде. Занимался криминалом очень серьезно. Начал, у меня были зависимость, тялка, никотиновая. Пробовал наркотики всякие разные. И вот такой образ жизни, он, конечно же, повлек за собой тюрьму. Я около 20 лет отсидел в тюрьме. И, знаете, все эти периоды в моей семье, почему мне это происходило, потому что, знаете, я искал какого-то удовлетворения в своем сердце. Я искал какой-то смысл. Я хотел любви, но в семье я его не находил. Хотя у меня и папа, и мама, как я говорил, были. Ну, я не чувствовал этой отцовской любви к себе. Я не чувствовал, меня никогда отец не прижимал к себе, не ласкал, не говорил, что он меня любит. Мама тоже постоянно, как была возможность, какая-то минута свободная, она это как-то топила в алкоголе. Я не понимал, я был маленький, я не понимал, почему они это делают, ведь все хорошо, ведь есть папа, мама, есть я. И я не знал, почему они употребляют алкоголь, почему мама в переделках сидит, постоянно плачет, что-то мечтает, пьянствует. Я плохо учился, потому что как-то вот эта жизнь семейная, она как-то меня подорвала, потому что я не чувствовал вот этой полноты, я не знал, для чего жить вообще. Я убегал с дома и находил вот эту отдушину в компаниях, в воровстве, в грабежах всяких, как бы, для меня это было романтично, удивительно, ну, так, удивительно, экстремально. И в тюрьме, знаете, все было так же, еще хуже, я встречал еще других людей, которые занимались еще хуже чем-то, кто торговал наркотиками, кто еще чем-то. И вот эта, как бы, корка, вот это всякого вот этого негатива, нового опыта, она как бы покрывала меня. И самое последнее, за что я сидел, это было убийство. Мой отец умер в 99-м году от алкоголя, у него почки или печень отказали, я даже не знаю, я сидел в это время в тюрьме, как-то тогда. И когда освободился, мама жила уже с отчимом, отчим тоже пьянствовал очень сильно вместе с мамой. В ходе ссоры пьяной, и так получилось, как бы, я его убил. И вот последний, я вот сидел за него в тюрьме. И знаете, когда я сидел в тюрьме, вот эти первые годы, они для меня были, как проклятие. Не знал, для чего я живу, я не знал смысл своей жизни, все было пусто, все было как-то мрачно, все меня угнетало. Не было ни радости. В общем, была полная бессмысленность жизни. И это каждый день меня так гложило, как навязчивая идея приходила, каждый день, когда я просыпался, для чего я живу, какой смысл в моей жизни, чтобы причинять столько боли людям, столько зла. И какой смысл в этом? Знаете, я дошел до такой точки, где я уже настолько себе возненавидел свою жизнь, свое прошлое, своих родителей, потому что у меня была внутренняя обида на них. Был протест, почему у меня такие родители, почему я в такой семье родился, а может, все было бы совсем по-другому. И она как бы внутренняя, она была обида, конечно же, в сторону Бога. Я, конечно, не верил, но внутренне я знал, что что-то должно существовать. Когда мне было 14 лет, я помню, я открыл Евангелие такое маленькое, братья Гедеоны такие, наверное, видели, синенькие книжечки такие маленькие, с маленьким шрифтом. Я открыл, я начал Матвея Евангелие читать, и я помню, я дошел до седьмой главы, и я просто выбросил эту книгу, потому что там пишется, Иисус говорит, что любите своих врагов, почитайте их, молитесь за них. Я, когда читал, я помню, у меня как бы накрыло какое-то присутствие любви, я ощутил, что кто-то в тот момент вошел, вот я был в комнате, в помещении. Я не видел физически, глазами, но я ощущал как бы сердцем, духом, что кто-то вошел, кто-то великий, кто-то всемогущий, и сейчас мое присутствие. И я понял, что мне что-то надо делать сейчас с этим, как-то делать какой-то выбор. Я был молодой, и хотя я не звал тогда, я не искал Бога, но я знал, что мне что-то надо делать. И сменилось другое, такое пришло чувство, что, ну вот Иисус говорит про любовь, а у тебя есть эта любовь в жизни? Она у тебя была, и вот это мне как бы так, знаете, возросло во мне такое негодование, какая любовь, Иисус, какая любовь, если бы ты был бы в моей жизни и вообще существовал бы, наверное, все бы по-другому было, ты бы не допустил в моей жизни столько болей, столько обид. Я выбросил с рук Евангелие, больше не читал его, и вот так продолжал жить дальше. И уже быв вот в тюрьме, последний срок, мне было 31 год, и вот, когда я задумывался о смысле своей жизни, для чего я живу, и ко мне подходила такая мысль, что я просто не хочу жить, я реально не хотел жить. Вот своим физическим естеством я не хотел жить, потому что моя жизнь, она была действительно бессмысленна. Она не приносила ни радости, ни смысла никому, ни мнения окружающим. Вставая утром и приходя в раковину, моясь, я смотрел на свое отражение в зеркале, и знаете, я просто ненавидел то отражение, которое я там видел. И вот в таком состоянии, я помню, это был февраль 2010 год, и вот в камере шестиместной ночью, я стал опять об этом думать, какой смысл моей жизни, и я просто Богу сказал такие слова. Боже, если ты есть, забери мою жизнь. Если ты есть, то ответь мне, для чего ты меня вообще создал, если ты создатель. И знаете, в этот момент я услышал три слова. Это не были слова моего внутреннего голоса. Это были такие нежные, такие слова, которые проницали всю клетку моего организма. Я услышал, я люблю тебя. Они где-то раза три повторились, и вот эти слова, они что-то сокрушили в моем сердце. Они как наполнены меня такой радостью, таким миром, таким необъяснимым. Я помню, я начал рыдать, с меня текли слезы. Я закрылся второй подушкой, чтобы сокамерников не разбудить в камере, чтобы не подумали, что там с ним случилось. Вот, я проплакал, я не знаю, там, может, пару часов. Я попросил Бога изменить мою жизнь, прийти в мое сердце, что-то сделать с моей жизнью. Знаете, мне наполнила какая-то радость, какой-то мир в сердце пришел, который я никогда не испытывал раньше. Вот такой реальный, такой мир необъяснимый, просто так легко стало. И после этого ночного случая моя жизнь стала меняться. Она потихоньку, я заметил, стала меняться. Я стал отходить от своей компании в тюрьме, с которой там общался. У меня стали меняться интересы, у меня стали меняться образ мысли, у меня стал меняться ценности. Я стал замечать других людей, я стал обращать на них внимание, я стал разговаривать с ними, я стал, знаете, начинать любить их. Хотя были такие люди, с которыми, как бы, по таким скобках, по тюремным пониманиям, ну, нельзя ни общаться, ни что. Ну, я не знаю, Бог давал силы, и Бог, Он как-то ввел меня к этим людям. Там был человек, который убил свою мать. И там, понимаете, там в тюрьме, там такие, как бы, есть понимание, что с такими людьми не общаются. Их игнорируют. Им ничего не делают, но стараются игнорировать их в любом случае. Ну, я не знаю, Бог меня ввел к таким людям, которых оставили, которых игнорировали. И я как-то общался с ними. И я понимал, что я своими силами, я бы не смог это сделать. Никак бы не смог. Через месяц меня позвали в церковь, я стал ходить в церковь, хотя раньше так ходил только ради компании туда, в церковь, слушать слова. И вот, когда я начал ходить в церковь, я слушаю, я сижу, и меня, как бы, наполняет все. Я понимаю, что я в правильном месте, что я в теплом месте, где меня ждут, где меня понимают. Вот это слово Божие, оно прямо входило в меня, вовнутрь, в мое сердце. И мне было так классно там. Уходя из церкви, приходя опять в барак, опять в этот мрак, в этот, где сквернословие, где совсем другая атмосфера, другие разговоры, сразу как-то чувствовал, что заходишь куда-то с благодатью в какой-то сральник, извините за выражение. Ну, и потихонечку вот я стал возрастать, как христианин. Я стал читать Библию, хотя раньше никогда ее не брал, вот до этого момента, когда был молодым. И вот я стал читать Библию, она мне так нравилась. Я помню, я с работы бежал прямо с желанием таким быстрее ее открыть, быстрее почитать, хотя много чего не понимал в ней, просто не понимал. Но потихонечку я наполнялся, и я видел вот эту любовь, которая пронизана, вся эта книга. Любовью Бога Отца к нам, к своему творению. Я стал ее читать. Я полгода первый в тюрьме, вот как после моего этого случая, встречи с Господом. Я помню, я как будто меня он на руках нес. Вот эти полгода для меня были в такой благодати, просто как будто меня на руках кто-то нес. Я радовался, всегда улыбался, там уже закамельники думали, что я уже чокнулся, уже говорят, завязывай ты с этой Библией, что-то ты вообще, мы тебя теряем, ты вообще куда-то уходишь, ну, хорош. Ну, уж, ну, как-то мне, конечно, сначала было мнение их очень важно, потому что с ними годы, и как-то все-таки зависит, мы зависимы от чужого мнения, и тем более там в тюрьме. Это очень важно, конечно же, но Господь как-то меня направлял и освобождал вот от этих друзей, от этого круга общения. Я помню, меня позвали на день рождения, там, день рождения празднует, там, большая комната, там, всей толпой собираются, заваривают крепкий чай, и давай, там, пьют, там, разговоры эти всякие. Ну, о чем-то мужики могут разговаривать, там, кто чего украл, кто там что сделал, кто там еще там чего. И я помню, я стою, и вот они все это говорят, а я внутри чувствую, что я как голый стою перед ними, что, ну, это не моя компания, мне нечего тут делать вообще абсолютно, это не мое абсолютно. И вот Бог, Он стал менять меня, Он стал меня отделять. Сначала я был один верующий в своем бараке, я потихонечку читал Библию, молился. Потом Бог стал приходить, приводить людей, которые тоже уверовали, тоже были одиноки, но у нас Он так соединял, что мы вдвоем, троем. Потом мы уже создали уже целую комнату, там, кубарь отдельный, там, в целом бараке, где мы собирались, молились, и там были чудеса исцеления, освобождения, там. Мы помню, молились за брата, он четыре раза бросал курить, никак не мог, и я помню, там, на молитве Бог освободил его. Помню, там, даже один брат заплакал, там, молитву покаяния начал читать, что, там, Бог у нас так, Бог там с нами так работал, сильно так касался нас. И, знаете, вот эти полгода они прошли в такой благодати, а потом настал такой момент в моей жизни, что Бог просто стал меня чему-то уже учить. Он стал меня взращивать, как христианина. Потому что, знаете, Библия говорит, что, когда мы рождаемся, слышим, когда мы отдаем свое сердце Богу, что мы как младенцы становимся. Он о нас заботится, питает нас, но потом мы взрослеем и начинаем потихонечку уже сами ходить. Он учит нас, чтобы мы сами своими ногами начали ходить, учились. И вот Бог стал меня учить, Он стал показывать мне в моей жизни такие вещи, от которых мне надо освобождаться. Первое, что мне пришло, это непрощение. Я простил своих родителей, потому что у меня всегда с детства была обида на них, что они такие, потому что я их стеснялся, честно. Мне это больно было, но я стеснялся своих родителей. И я просто Богу приносил это все, вот эту боль свою, это стеснение, и Бог наполнял меня любовью к ним. Я понял, что Бог мне дал этих родителей, Бог избрал для меня их. И Бог дал им, меня им, и я смог это сделать, я смог их простить, смог принять их. Вот, сейчас у меня все классно с мамой. Она, конечно, неверующая у меня, но она видит такие перемены во мне. Я верю, что Бог освободит ее тоже, и она покается. Потом Бог стал мне показывать, мне надо было прощение еще просить. Да те поступки, которые я неправильно сделал в своей жизни, с некоторыми людьми поступалой. Я стал из тюрьмы писать письма без обратного адреса тем людям, которым я причинил боль. Я просто просил у них прощения, чтобы они мне простили за все, что я сделал. Я признавался, что я уверовал, что я принял Иисуса Христа в свое сердце, я христианин. И что Бог меня побудил просто вот сейчас написать тебе и просто простить у тебя прощения. Простишь ты меня или нет, я вот так писал. Это я не могу повлиять на твое решение. Но я хочу искренне попросить у тебя прощения. Вот, и вот так Бог меня потихоньку вел потом в церкви. Я помню, один брат пел, а я стеснялся петь очень, хотя внутри пел ему. И один брат подошел ко мне тоже. Я верю, что Бог его побудил. И он мне сказал, Костик, начни прославлять Бога песнями. И Бог начнет прославлять тебя. Я стал в тюрьме потихонечку петь тоже. Играть я никогда не умел на гитаре. Меня как-то подтянули там на музыкальный кружок, показали три аккорда там этих блатных. И я сам, вот самоучка, там начал что-то там примкать сам потихонечку. Вот, и вот сейчас я уже служу в прославлении в церкви Живой Израиль. И вот в тюрьме, вот эти, когда я уверовал, я еще сидел после этого где-то в восемь лет, уже как христианин. Эти все годы я сидел в тюрьме. Было много таких моментов, знаете, где Бог проверял мою веру. Но, слава Богу, Он давал мне силы никогда не отрекаться от Него. Всегда быть с Ним и всегда свидетельствовать. Даже там в тюрьме, что источник моей радости, моей силы, там в тюрьме был только Бог. Я помню, ко мне подошел один парень, и такой говорит, слушай, я давно за тобой наблюдаю. Говорит, как ты можешь, ты такой веселый, радостный, тут в бараке ходишь, вокруг тут все злятся, матерятся, ругают этих милиционеров, тут охранников этих, тут. А ты какой-то вообще как будто с другой планеты. Знаете, тогда у меня было такое время послеведительствовать Ему, кто является источником моей радости и мира в сердце. И перед своим освобождением, где-то за пару лет, у меня появился страх. А что дальше? Вот я сейчас освобожусь, а столько лет мне было на свободе. Как дальше мне было двигаться? Что мне делать? И сразу пришли искушения, пришли люди, которые стали меня отговаривать, предлагать всякие разные такие криминальные вещи. Я помню, один парень ко мне подошел, такой в кавычках серьезный тоже парень, занимался тоже такими вещами криминальными, имел деньги, тоже статус какой-то там криминальный. И он стал мне кое-что предлагать там криминальное и объяснять. Он говорит, ну что ты, Костик, ну вот веришь ты в Бога, ну что ты выйдешь, что на тебя деньги посыпятся или что? Пойдешь куда-нибудь работать там за копейки какие-то, тем более возьмут ли тебя там столько лет отсижено там, ну. И я стою, я слышу, понимаю, что он же прав, с одной стороны, он же прав, он говорит действительно реальные вещи. Что, как там? И тут вдруг просто я говорю, Боже, что делать? Как ему ответить? А Бог мне просто из Писания Иса 41 главы говорит, не бойся, я с тобой. И я просто этими словами ему отвечаю, я говорю, слушай, Сань, я не знаю, что там на воле у меня будет, как у меня будет. Но вот я получил от Бога ответ, чтобы я не боялся, чтобы я не смущался, чтобы все у меня будет. Он наладит мою жизнь, он будет меня вести, я доверяю ему. Я просто смотрю, у него глаза там такие, как будто пальцем у виска покрутил, говорит, ну ясно, с тобой говорить нечего. Ну вот. И я молился, просил у Бога, и Бог меня свел с верующим братом, который сейчас является пастором церкви Живой Израиль. Вот мы познакомились с ним в тюрьме, у него тогда тоже сложный период такой в жизни был. И наладили с ним связь, и вот в тюрьме он уже освободился, он тоже уже прошел реабилитацию, там, восстановление с Богом. Как бы Бог его начал поднимать, мы общались, и он мне предложил послужить в Живом Израиле, и я после освобождения сразу поехал в Живой Израиль. Это реабилитационный центр, сейчас я помощник пастора. И сейчас я вот 8 месяцев как на свободе, я служу Богу, я в своем элементе, в своей тарелке, я благодарю Бога, что до этого я 17 лет отсидел в тюрьме, сразу одним махом. И вот эти 17 лет Бог сейчас просто восстанавливает, просто такими колоссальными шагами. Я просто вижу, что только за эти 8 месяцев, знаете, столько событий в моей жизни произошло, что просто уму непосвежимо. Только благодаря Божьей воле, Божьей славе я могу служить Ему, я могу двигаться в Нем. И Бог, знаете, дал мне огромную семью. У нас сейчас 25 человек там в доме, и это вся моя семья. Я их люблю, я служу им. Просто мне это очень трогает такая вещь. Просто, знаете, когда не было семьи, и ты так жаждешь ее, так хочешь, и тут Бог так восполняет это все. Сейчас я служу с ребятами вместе, плечом к плечу. Мы тоже ездим, свидетельствуем, потому что таких примеров, как я, у нас полный дом, честно. У нас 25 человек, и там вот любого бери, там, такие судьбы искалеченные, поломанные, там. Но Бог делает чудеса, Бог поднимает, восстанавливает семью, восстанавливает отношения с родителями, с детьми. И все такое это может Бог сделать. Потому что реально человеческими усилиями, ну, никогда. Я не верю, что если бы я продолжил свою жизнь, вот так на свободе, чтобы я пришел бы к Богу. Я сомневаюсь. Я верю, что Бог допустил в моей жизни вот эти ужасные вещи. Но через эти ужасные вещи я осознал, в какой я я, я осознал, в каком я болоте, и что я нуждаюсь в помощи. Знаете, я понял, почему Бог тогда ответил той ночью на мою молитву, на мой призыв. Потому что я был сокрушен своим сердцем. Бог говорит, что я отвечаю тем, кто сокрушен сердцем. И он ответил, потому что у меня не было больше выхода. Я знал, что я не смогу изменить свою жизнь. Никак. И никто не способен ее изменить. Что что-то должно произойти сверхъестественное, чтобы моя жизнь изменилась. И Бог пришел в мою жизнь. Я хочу вам всем пожелать, чтобы в ваше сердце пришло это осознание, что Бог есть, Он реален. Он ваш Создатель, Вы в Его мыслях, Вы в Его желаниях. И Он хочет тоже помочь каждому из вас. Не всегда, конечно, легко воззвать к Нему. Но я верю, что если вы это сделаете от чистого сердца, Он придет в вашу жизнь, Он ответит. Потому что Его Слово не врет. Он не врет. Он говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе такое, что ты даже не представляешь. Он пришел в мою жизнь, и Он показал мне. Он изменил ее всю на корню. И я сейчас очень... Я честно вам скажу, я счастливый человек. Очень счастливый человек, потому что у меня есть Бог, Который я люблю, Который помогает мне, Который наставляет меня, укрепляет меня на каждый день моей жизни. И только благодаря Ему я могу делиться Тем же, той любовью, теми чувствованиями. Потому что без Него бы я это не смог. Я хочу пожелать вам всем Божьих благословений, Чтобы Господь коснулся всех ваших сердечек, Чтобы вы открыли свое сердце, когда Он призовет вас всех. Не стесняйтесь, отдавайте Ему свою жизнь. Он достойный этого. Спасибо вам. Аминь. Я спою вам сейчас одну песню. Эта песня, она, может, вы читали, Притчу о блудном сыне, Когда у отца было два сына. Хотя эта притча, на мой взгляд, Это о двух блудных сынах. Просто один отсутствовал физически, А один духовно. И вот один сын пришел к отцу и говорит, Отец, дай мне мою часть наследства. Я хочу жить по-своему. Вы знаете, в то время в Израиле Это означало, Одными словами можно так сказать, Что, слушай, Отец, ты уже слишком много живешь, Хорош, дай-ка мне наследство, И я пойду. Попробуй жить по-своему. И вот он уходит. И это песнь о том, Докуда он доходит, Что он переживает, И как он возвращается к своему отцу. Оставив дом, Забыв отца, Ушел далеко, Ушел в края, Где счастья нет, Где одиноко. За каплю счастья Променял свою свободу, За будшим сыном Стал влачить Ты годом. Вернись домой, Вернись домой, Уж близко к ночи, Вернись домой, Вернись домой, Вернись до ночи, Вернись домой, Тебя там ждут, И не забыли, Вернись, вернись, Вернись домой, И в жалких рубищах своих Обременённый Пасёшь стада И ешь рожки, Ведь ты наёмный. А вспомни годы, Что ты жил В отцовском доме, Невольно катится слеза, как вспомнишь Вернись домой, вернись домой Уж близко к ночи Вернись домой, вернись домой Вернись до ночи Вернись домой Тебя там ждут и не забыли Вернись домой, вернись домой Вернись домой, сынок Вернусь домой, пойду к отцу А может вспомнить Паду к ногам, буду просить А может приметь Хотя бы быть в числе прислуг Но с рядом с домом Пойду домой Вернусь к отцу Родному Вернись домой, вернись домой Уж близко к ночи Вернись домой, вернись домой Вернись домой, вернись домой Вернись домой, тебя там ждут и не забыли Вернись, вернись, вернись домой, сынок Мой сын пришел Он пусть знает все, он не заблудший Потерян был, нашелся он, он самый лучший Мой дом его и все мое Вернись домой, пусть будет И горит жизнь Пусть он все забудет Вернись домой, вернись домой Уж близко к ночи Вернись домой, вернись домой Вернись домой, вернись домой Тебя там ждут и не забыли Вернись домой, вернись домой С умой Вернись домой, вернись домой Уж близко к ночи Вернись домой, вернись домой, вернись до мочи Вернись домой, тебя там жут, и не забыли Вернись, вернись, вернись домой, сын мой Спасибо Спасибо, Константин, очень сильное свидетельство Свидетельство того, что то, что делает Бог, не может сделать человек Понимаете, вот когда человек свидетельствует, что Бог сделал в моей жизни Это называется «я верю, потому что я уверен, и потому я верю» Слава Богу, Господь наш живой И я хотела бы прочесть немного из Священного Писания, из Библии И на самом деле я всегда радуюсь, когда мои уста, я верю, каждый служитель, кто читает Слово Божие, каждый верующий человек Когда он читает Библию, мы радуемся, что наши уста, они могут, знаете, не сплетничать, ни какие-то пошлые анекдоты говорить, ни на кого-то наговаривать, ни клеветать, ни матом ругаться Они могут читать Слово Божие Это письмо любви Господа к человеку И не к отдельным кому-то, ко всем Это письмо для всех И поэтому, когда вы будете уходить с этого дома, если у вас еще нет Евангелия, вы спросите у кого-то из служителей, мы подарим вам Евангелие Это Новый Завет Библии Итак, мы мысленно вернемся во времена жизни Иисуса Христа, Божьего Сына Чей праздник мы справляем? В Рождество весь мир справляет, в Пасху и другие разные праздники христианские И вот этот крест, который у нас висит, он тоже напоминает о распятии Иисуса Христа Некогда рожденного на эту землю для того, чтобы открыть нам путь в небо Для того, чтобы каждый из нас имел эту возможность спасения Потому что Слово Божие конкретно говорит о том, что есть рай и есть ад Мы можем философствовать, менять, но от этого Слово Божие не изменится И Божья воля тоже не изменится Итак, Иисус Христос ходит по земле Его окружают множество людей Потому что Он был необычным Он исцелял людей, воскрешал людей Он учил новые заповеди Возлюби ближнего твоего, как самого себя Он говорил удивительные вещи о Своем Отце, о Царстве Божьем И также многие истории у Него рассказаны в виде притч И притчи Он говорил людям для того, чтобы было более доступно Как бы в образах открыть Божью волю и Божьи принципы И вот одна из притч описана в Евангелии от Матфея в 13 главе Я прочту И поучал их много притчами, говоря Вот вышел сеятель-сеять У нас сейчас машины сеют Мы знаем, все понимаем, что две тысячи лет назад и более того И даже менее того Выходил сеятель и сеял семена И когда он сеял, иное упало при дороге И налетели птицы и поклевали его Иное упало на места каменистые, где немного было земли И вскоре взошло, потому что земля была не глубока Когда же взошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло Дорогие, выключаем телефон У нас значок там есть, как только поднимаемся Выключаем Иное упало в тернии и выросло И выросло терния и заклушило его Иное упало на добрую землю и принесло плод Одно в сто, крат, другое в шестьдесят, иное в тридцать И люди слушают Говорят, это о чем вообще? Иисус Христос отвечает Имеющие уши слышать, да слышат И потом он остается со своими учениками и объясняет значение этой притчи В этой же самой главе Вы же выслушайте значение притчи о Сеятеле Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его Вот кого означает посеянного при дороге А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен И когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодно Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего Который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать Вот такая притча Сегодня, дорогие, вы слышите слово о Господе, о Иисусе Христе И это слово, оно подобно, как в притче, называется семенем И от вас зависит, что вы сделаете с этим семенем Если мы возьмем семечко и просто положим на этот стол Оно не взрастет Ничего не произойдет в жизни Ничего Информация в одно ухо влетела, в другое вылетела Но для того, чтобы оно принесло плод, это семя должно просто умереть Как понять, умереть? Определенное давление, то есть земля, навоз Это осознание собственной греховности И как бы ты ни кичился И как бы ни сравнивали мы себя с кем-то более грешными Слово Божие говорит Все согрешили и лишены славы Божьей Но Иисус Христос пришел спасти погибшее Он пришел для тебя Он пришел для меня Но также для тебя лично Иисус Христос пришел И это не философия Дорогие Понимаете, когда мы заболеем, мы идем Нам надо делать операцию Мы идем к хирургу, потому что у него есть определенная квалификация Если мы хотим делать красивую прическу, мы идем к парикмахеру Если мы хотим приобрести, купить какой-то красивый торт Мы знаем, что это делал там пекарь или кто-то Специалист Слово Божие мы несем с определенной квалификацией Присутствие Духа Святого Отец, Сын и Дух Святой Три единства Божья И поэтому только Слово Божье Оно инспирировано Оно наполнено Оно содержит внутри Дух Святой Который, когда попадает это семечко Если только твое сердце Почва сердца Оно будет таким, знаете, рыхлом Для принятия слова Это семечко упадет И оно прорастет И ты просто переживешь этот особый мир То, о чем свидетельствовали сегодня Константин свидетельствовал То, о чем может свидетельствовать каждый человек Рожденный свыше Дорогие, можно быть религиозным Просто до корней волос И ненавидеть какую-то другую Христианскую динаминацию Знаете, как можно? Я православный, да во всех остальных уничтожить надо Или я католик Я протестант самый правильный Да ты только в голове своей Ты можешь знать все правила, все праздники Но если ты не осознал греховности своей Если Иисус Христос Духом Святым Не пришел в твою жизнь Это бесполезно Это информация Без Духа Святого Потому что Дух Святой написано Он пришел обличить Но и восстановить Дьявол, когда осуждает Он загоняет в угол человека И в этом углу человек Он понимает Я, да я Я ничтожество Или у него приходит много ненависти По отношению к другим людям Знаете, вот как загнанная крыса Она прыгать будет А Дух Святой обличает Нас о греховности Но у него есть альтернатива Он протягивает руку Господь говорит Дорогой мой сын Дорогая моя дочь Я умер за тебя Пролил свою невинную кровь Для того, чтобы ты Имел спасение На небесах не будет Динаминации И вероисповедания Не будет На небесах будет Единый народ Божий Возьмите Библию У нас у всех Библия одна И прочтите Кто будет на небе Спасенный народ Божий Кто были первые христиане Они вообще в катакомбах собирались Когда их гнали Уничтожали При Нероне Сдавали на съедение Этим львам А потом мы стали умничать И делиться И Слово Божие говорит Одна вера И одно крещение Мы не осуждаем Ни одну церковь Мы вообще всех благословляем Всех благословляем Но, дорогие О чем Весть благая Прими Христа В свою жизнь Через покаяние И возрастай В Его Слове Возрастай В Его Слове На самом деле Мне это не надо Это просто Это любовь Божья Она зовет к тому Чтобы делиться И никого Насильно Даже тащить За уши Не надо Как бы я ни тащила Если Он не хочет Он пойдет туда Куда хочет В свой любимый ад Хотя Когда туда попадет То будет поздно Это говорит Слово Божие нам Каждому Каждому И знаете Дух Святой Он как джентльмен Он приходит И Он стучит В сердце В сердце Каждого стучит Не опоздай Дорогие Я все время Работала на станции Скорой помощи Я столько Смертей Видела Ни один врач Не может Помочь Вот не может Врач в вену Попасть Не может Все И человек ушел И хватает За последнее Кричит там Где мое золото Где мое платье Где Ааа Я не хочу Уходить Люди Знающие Господа У них Переход Страха нет Есть переход И мы знаем Куда идем Мы знаем Что наша жизнь Вечная Человечное Человек Это так важно Дорогие Чтобы каждый Из нас Встретился Со Христом Это так важно Чтобы каждому Из нас Пришло спасение Божий мир В наше сердце Это так важно Чтобы дьявол Не раздирал Нас На части Что он Не превращал Нас В подобие Не хочется Даже это слово Называть Но Бог Любит Разрушенное Восстанавливать Поэтому Если дьявол Тебя Разрушил Бог Хочет Тебя Восстановить Не я Просто через нас Мы знаем Слово Он работает Руками Своих детей Когда-то Моего бабушку И дедушке Пришли Христиане Они протянули Руку помощи Рассказали Иисусе И у дедушки Просто Он как встал Вечером на колени Сказал Господь Усвободи меня От алкоголизма И он просто Поднялся Утром Был Спасенный И освобожденный И вся семья Восстановилась Все восемь детей Грали Господь Спасибо тебе Что Моя мамочка Ей было тогда Двенадцать лет Она услышала Эту благую весть От своих родителей Она видела Эту реальную Перемену Что они могли Передать Последствия Следующему поколению Живую веру Дорогие Слава Господу Давайте встанем На свои ноги Помолимся У нас есть возможность Прочитать Молитву покаяния Молитва покаяния Действует В духовном мире Бог слышит Молитву покаяния Когда мы Произносим ее С верой С верой С верой В живого Бога С верой В Иисуса Христа Сына Божьего Распитого На Голгофском Кресте Ты и Господь Молитва покаяния Ты можешь Произносить ее В слух Можешь Произносить За мной Господь Я прихожу К Тебе Такой Как есть Прости Меня За все Мои грехи Очисти Мое сердце Кровью Иисуса Христа Сына Твоего Распитого На Голгофском Кресте За меня Пусть Твой Мир Придет Мое Сердце Пусть Твое Восстановление Осуществляется В моей Жизни Я хочу Любить Тебя Господь Всем Сердцем Разумением И Крепостью Спасибо Тебе Аминь Аминь Слава Богу Дорогие Присядьте на минутку Мы Еще послушаем Песню И Что хотелось Сказать Здесь мы В этом доме Как говорил Брат Юра Один Из 35 Приходов Эсти Крис Ликнели Пехикирик Это христианская Церковь Которая Находится На том Петри Большая церковь Сюда приезжают К нам Наши старшие Пастера Эпископа И Мы В этом городе Знаете Не просто так Мы Конечно И Тоже Растем В Боге В понимании Его Слова Но мы Также для того Чтобы Сеять Эти семена В этом городе Поэтому Наш дом Открыт В воскресенье В 11 Часов Утро Богослужения В среду В 7 Часов Вечера Мы изучаем Божье Слово За кофе Чаем Разбираем Его В пятницу В 7 Часов Вечера У нас Молитвенное Не стесняйся Не переживай о том Что скажет Соседка Брат Родственник Когда ты Предстанешь Перед Богом Ты не сможешь Сказать Что он Мне Тут наговорил Помешал Каждый За себя Будет нести Отчет Мы должны Возрастать В Иисусе Если ты Сегодня От глубины Своего сердца Прочел Эту молитву Покаяния Бог Начнет Работу В твоей Жизни Ты будешь Это лично Переживать Мы Также Будем Слышать Это свидетельство Как сегодня Говорил Костик У нас У каждого Есть свидетельство Что Бог Сделал В моей Жизни Но не Оставляй Чтобы Это семя Не упало В тернии При дороге И на Каменистую Почву Аминь Костик Давайте Прославим Еще раз Нашего Господа Давайте Поднимемся Наши ноги Кто Кто не может Сидите Кому больно Наши ноги Прихожу к тебе я Схвалу Схвалу Чудеса Чудеса Твои Велики И любовь Твоя Сильна О, ты Ты прекрасен И велик И другого Нет Как ты Иисус И другого Нет Как ты О, ты велик Ты прекрасен И велик И другого Нет Как ты И другого Нет Как ты Ты один Достоин Хвалы Превозносим К небу Руки Тебе Радуемся Мы Ты один Достоин Хвалы Превозносим К небу Руки Тебе Радуемся Мы О, ты велик Ты прекрасен И велик И другого Нет Как ты Иисус И другого Нет Как ты О, ты велик Ты прекрасен И велик И другого Нет Как ты И другого Нет Как ты Буду Буду Петь Теперь Я Вечно За Твою Любовь И Милость Что Даешь Ты нам Всегда Буду Петь Я Вечно Я За Твою Любовь И Милость Что Даешь Ты нам Всегда От Ты Will Ты Прекрасен И Велик И Вкус И Вкус И Вкус Другого Нет Как ты Вкус Вкус А И Субтитры создавал DimaTorzok И другого нет, как ты. И другого нет, как ты. Проявление любви к вам. Проявление любви к вам. Как вы смотрите по-разному. Знаете, как написано, вера без дел мертва. И поэтому нам хотелось бы, чтобы не были просто голые слова. Знаете, как мы детей говорим, мы тебя любим, но мы же что-то им покупаем, мы проявляем каким-то образом, одеваем и так далее. Поэтому принимайте это как просто дар любви от Господа, потому что эта любовь, она тоже инспирирована Богом. Чисто по-человечески просто так любить людей, которых ты там и не знаешь. И может, они из социального уровня совершенно не такие, как ты. Но это как-то, как говорил Костик, что там покрутили и пошел. Но это непонятно плотским умом. Но когда Господь приходит в нашу жизнь, наше мышление меняется. Да? Вот Господь, что Он творил? Господь, что Он творил? Слава Богу! Великие дела! Великие дела! Потому что Он возлюбил церковь свою. А церковь – это кто? Это люди! Что ему эти камни? Да они сегодня есть, завтра нет! Люди, души! Вот что Богу надо, дорогие! Ваша душа! Поэтому, так как у нас есть возможность только 60, мы раздали эти талончики, вы можете проходить вперед, пока сидите, взять эти пакеты. Если у кого есть желание, чтобы за вас помолились, если кто-то из вас сегодня пережил Бога, и вы просто не хотите так уйти и потеряться в этом мире, вы можете остаться, служители помолятся за вас. Но я опять повторяю, у нас есть дни, когда собирается народ Божий. В воскресенье в 11, в среду в 7 часов вечера и в пятницу в 7 часов вечера. Дорогие, будьте благословены! Пожалуйста, мы начнем с последних рядов, чтобы у нас был порядок, да? Вот, потихонечку, не спеша, всем хватит, всего достаточно. Будьте благословены! Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, если вместе в общении мы солью сей единой хвалу. Хорошо, если скорбь и стерпенье переносим с надеждой живой. Хорошо, если сердцу свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно В той душе, где царит тишина. Хорошо, когда душу и тело На служение Христу отдаем. Хорошо, когда в битве мы смелы, Когда действуем так и живем. Хорошо, если сердцу свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно В той душе, где царит тишина. Хорошо, когда в буре невзгоды Нашу душу порой всколыхнут. Когда чувствуем тяжесть дороги, Когда труден наш жизненный путь. Хорошо, если сердцу свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно В той душе, где царит тишина. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо нам открыть сердце другу, а наш друг Иисус всё поймёт. Хорошо, если сердцу свободно, хорошо, если нет у нём зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где царит тишина. Хорошо, когда счастлив без вода не покинет он нас никогда. По тернистым колючим дорогам хорошо с Иисусом всегда. Хорошо, если сердцу свободно, хорошо, если нет у нём зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где царит тишина. В той душе, где царит тишина. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, если вместе в общенье мы сольёмся единой хвалом. Хорошо, если скорбь и стерпенье переносим с надеждой живут. Хорошо, если сердцу свободно, хорошо, если нет у нём зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где царит тишина. Хорошо, когда душу и тело на служение Христу отдаём. Хорошо, когда в битве мы смелы, когда действуем так и живём. Хорошо, если сердцу свободно, хорошо, если нет у нём зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где царит тишина. Хорошо, когда в буре невзгоды нашу душу порой всколыхнут. Когда чувствуем тяжесть дороги, когда труден наш жизненный путь. Хорошо, если сердцу свободно, хорошо, если нет у нём зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где царит тишина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok